Здравствуйте. Сегодня немного у нас народу, поэтому вы, пожалуйста, задавайте вопросы в ходе лекции, потому что я не очень знаю уровень аудитории. Если я начну говорить какие-то слова, которые вам неизвестны, вы меня прерывайте и спрашивайте. Я вам сегодня расскажу про трехмерную структуру хроматина и про то, как ее изучают, с помощью каких технологий и как обрабатывать данные, которые получаются с помощью этих технологий. Значит, план лекции будет такой. Сначала мы поговорим о принципах организации хроматина, то есть я вам расскажу в общих словах, что вообще известно о том, как устроена укладка ДНК в ядре, а потом поговорим про экспериментальные методы, про то, как изучают укладку хроматина, поговорим про 3C методы в общем и более подробно рассмотрим один из этих методов, который называется HiC. И потом мы поговорим про биоинформатический анализ уже на примере метода HiC, про то, как собственно обрабатывают данные, которые получаются в результате этого метода, про то, как их надо нормализовать. Поговорим про построение теплокарт, я расскажу тоже, что это такое, и про предсказание таблогических доменов. И в конце мы рассмотрим примеры из статей, просто чтобы вы понимали, что вообще интересного люди делают с результатами данных, данных, которые получаются с помощью методов HiC и других C методов. Ну, а что сейчас на сегодняшний день вообще известно об организации хроматина в ядре? На самом деле известно не очень много, может быть, хотя, казалось бы, уже давно занимаются изучением укладки ДНК в ядре. Известно, что ДНК уложено в ядре не абы как, то есть молекулы ДНК, они не свернуты в какой-то там случайный клубок нитей безо всякого порядка. Они на самом деле упорядочены. В частности, известно, что каждая хромосома занимает в ядре какое-то свое определенное пространство. Это пространство называется хромосомной территорией. То есть если посмотреть, например, микроскоп на ядро, грубо говоря, покрасив каждую хромосому в свой цвет, то можно увидеть вот такую картину, как здесь нарисовано. Каждое пятно определенного цвета – это одна хромосома. Каждая хромосома занимает предпочтительно какую-то свою область в ядре. Но это не все. Внутри этой области хромосома тоже не свернута случайно. На самом деле она свернута очень даже не случайно. На периферии этой области располагаются активные гены, с которых идет большая часть транскрипции, они активно экспрессируются, активно регулируются. А внутри области располагаются неактивные гены. И вообще-то генов там мало. Ну и те, что там есть, они неактивно транскрипируются. То есть вся активная жизнь происходит на границе этих хромосомных территорий. Там гены не только экспрессируются, но и взаимодействуют друг с другом. Они, например, энханстеры с одной хромосомой могут регулировать гены на других хромосомах. И в эти области могут подходить какие-то общие регуляторные факторы, которые будут либо активировать, либо репрессировать экспрессию всех генов, которые тут располагаются сразу. Такие гены называются коррегулируемыми, потому что они регулируются одними и теми же транскрипционными факторами. Вообще, как можно изучать трехмерную структуру генома? Первое, что люди делали, конечно, это просто смотрели в микроскоп на ядра. Это, конечно, прекрасный микроскоп, можно много чего увидеть. Можно увидеть даже, в принципе, молекулы ДНК отдельные. Но все, что вы увидите, будет такое сплетение нитей. И плохо то, что вы не знаете данный конкретный участок нити ДНК, который вы видите сейчас в микроскопе, какому участку геному он соответствует. То есть вы не знаете соответствия между картинкой, которую вы наблюдаете в микроскопе, и координатами на геноме. На геноме, я имею в виду референсным, который секвенирован и известна последовательность. Поэтому придумывали всякие штуки, которые позволяют связать картинку, которую видно в микроскопе, и позицию на геноме. В частности, так был придуман метод FISH. Он заключается в том, что к какому-то определенному участку генома, довольно небольшому, пришивается флуоресцентная метка. И вы точно знаете, что вы пришили вот эту флуоресцентную метку в такой-то позиции, на такой-то хромосоме, с такой-то координатой. И вы потом можете посмотреть в микроскопе, увидеть, где в ядре располагается эта метка. Например, рядом с ядерной оболочкой или в центре ядра. И также вы можете, например, ввести две метки разных цветов и посмотреть, как они располагаются друг относительно друга. Есть еще метод DOMID. Он позволяет определить, какие участки хроматина находятся на периферии ядра, то есть связаны с ядром. Но этот метод обладает довольно плохим разрешением, так что он дает только довольно грубую картину. И довольно недавно появились уже 3C-методы, про которые мы будем говорить подробно. Их много всяких разных. 3C, 4C, 5C, HiC и разные другие модификации. В общем, дальше будем их рассматривать. Вот здесь представлено... А, может быть, можно свет, наверное, выключить немножко. Здесь представлена характерная картинка, которую видно в фляжесцентный микроскоп после того, как вы внесли эту фляжесцентную метку с помощью метода фиш. То есть вот это одно ядро. Тут несколько, 1, 2, 3, 4, 5, 5 точек, 5 конкретных позиций в геноме. К ним пришита фляжесцентная метка. И видно, как они располагаются в ядре, как они располагаются друг относительно друга. Можно на это смотреть в микроскоп и делать выводы, что там, я не знаю, вот эти красные и зеленые любят быть рядом друг с другом в ядре, и какая-то еще не любят. И делать из этого функциональные какие-то выводы. Например, можно одну метку пришить к промотору гена, другую к энхансеру и смотреть, как они в ядре сближаются друг с другом и делать выводы о регуляции. Вот это метод окраски хромосом, когда каждая хромосома красится в свой цвет. И вот на основании этого метода как раз получили знание о том, что есть хромосомные территории, что каждый хромосом занимает свое место в ядре. А, ну и вот здесь уже представлен, так сказать, обзор СИ-методов. У всех СИ-методов есть общая часть, которая вот здесь наверху нарисована. Что делается? Берутся ядра клеток в пробирке, туда наливается формальдегид, который сшивает намертво ДНК с белками, которые сидят на ДНК. То есть можно себе представить, что есть где-то в ядре два участка ДНК. Например, вот этот синий пришел с одной хромосомы, а красный пришел с другой хромосомы. И вот они находятся рядом в ядре, например, там связаны каким-то одним белком. После того, как вы налили формальдегид, они оказываются сшиты навсегда, то есть они уже навсегда закреплены друг с другом. И рядом в геноме всегда есть какие-то сайты-рестрикции, которые располагаются довольно часто. Вот здесь они помечены черным цветом. Можно добавить рестриктазу в пробирке, она порежет ДНК по сайтам-рестрикции. И получатся такие вот фрагменты. То есть участок одной хромосомы, участок другой хромосомы, сшивающий их белок. И вот порезанные здесь на концах находятся ристриктные сайты. После этого можно добавить легазу и сделать легирование. То есть вот эти вот участки сошьются друг с другом. На этом этапе обычно делается очень большое разбавление раствора, в котором плавает ДНК, для того, чтобы всегда происходило легирование молекул самих на себя. Представляете себе, что если у вас концентрированный раствор, то будет плавать рядом еще очень много таких же молекул и может происходить сшивание вот этих вот хвостов с какими-то другими молекулами. Тогда вы в итоге увидите сигнал не настоящий, а который произошел в результате случайного сближения таких молекул друг с другом. Он будет вносить шум в эксперимент, поэтому делает очень большое разбавление, чтобы образовывались только вот такие вот колечки. После того, как произошло легирование, отмывают белок и остается уже только ДНК в виде такого колечка. Соответственно, в таком колечке есть фрагмент одной хромосомы и второй, которые изначально были друг с другом близки в ядре. И дальше уже можно пытаться понять, какая последовательность была в этом колечке, пытаться ее откартировать на референсный геном, понять, с какой координаты в референсном геноме пришла вот эта часть последовательности, с какой вот эта, то есть какие участки были близки друг к другу в ядре изначально. Делать это можно разными способами, и в разных методах, в C-методах это делается по-разному, немножко, но принцип, в общем, общий принцип один и тот же. Сейчас мы рассмотрим частности, как это делается в каждом из C-методов. Изначально был разработан метод 3C, собственно, в котором просто конструируется пара праймеров рядом с рестриктным сайтом. И, то есть они конструируются изначально до того, как вообще планировался эксперимент, для какого-то определенного участка генома. И после того, как вы сделаете ПЦР, вы уже знаете, сколько было таких колечек, молекулы изначально у вас в растворе, и от того можете посчитать в штуках, грубо говоря, сколько их было, и узнать, насколько был сильный сигнал связывания вот этого одного участка хроматина с другим. После того, как вы получите этот результат, вы можете просто, например, сконструировать не одну пару таких праймеров, а несколько. Вот здесь нарисована ситуация, просто пример, когда один из этих праймеров был сконструирован таким образом, что он приходится на промоутер гена, а другой праймер был сконструирован таким образом, то есть было несколько вторых праймеров, и они были сконструированы для разных участков в окружении промоутера. И здесь отложено количество молекул, которые вы получили в результате ПЦР, которые вы наблюдали в результате ПЦР. И, соответственно, можно делать вывод, что если вы видите здесь пик, например, то вот этот вот участок генома связывался часто с промоутером этого гена, а если здесь нет никакого пика, то вот этот участок генома связывался редко с промоутером этого гена. В общем, вот такой вот метод. Но он, конечно, имеет ограничения, потому что много праймеров сконструировать нельзя, это затратно, дорого вообще заказывать праймеры и долго подбирать их. То есть таким методом можно, ну вот сколько здесь точек, где-то, наверное, 20, больше 20 обычно в одном эксперименте не удается взаимодействия и наблюдать. Но, тем не менее, этот метод очень полезен, если вы хотите очень таргетированно определить, с чем связывается промоутер этого гена, и вы знаете, что у него какие-то регуляторные элементы располагаются с ним рядом, тогда действительно 3C-метод подходит для этого. Но обычно хочется чего-то большего, хочется, например, знать, как промоутеры этого же самого гена взаимодействуют со всем геномом, а не только с его окружением. Тогда не получится уже сконструировать миллионы праймеров. Делают по-другому. Был разработан метод 4C, который еще называют one by all. Это значит, что берется один какой-то якорь, тот же самый промоутер гена, и смотрится его взаимодействие против всего генома. Делается это так, конструируется уже пара праймеров, область которых соответствует якорю, просто располагаются где-то рядом друг с другом, таким образом, внутри одного рестриктного фрагмента на самом деле, потому что это же два рестриктных сайта, и вот подбираются праймеры таким образом, чтобы они были где-то рядом с обоих концов рестриктного фрагмента. И после этого с этих праймеров можно сделать ПЦР и отсеквенировать. И, соответственно, вы знаете, что все, что вы отсеквенировали, у вас так или иначе было связано с якорем. Правильно? А последовательность, которая получилась в результате секвенирования, она уникальная. И таких последствий будет очень много, они будут соответствовать более-менее всему геному. И после того, как вы получите результаты секвенирования, риды их можно откартировать на геном, построить профиль покрытия, и от того, насколько большое покрытие в какой-либо точке генома, можно делать выводы о том, много ли или мало было взаимодействия якоря с этой точкой. Соответственно, если вот здесь показано количество ридов, которые откартировались, данное место генома, если их много, как вот здесь, какой-то пик, то можно делать вывод о том, что вот этот участок генома, он очень часто связывается с якорем. То есть здесь, наверное, лежит какой-то регуляторный элемент. Если мы предполагаем, что здесь промотор гена, то тут, наверное, какой-то регуляторный элемент, энхансер или что-то такое, который регулирует этот ген. И после того, как вы получите такой полногеномный профиль, можно его уже как-то дальше изучать, можно накладывать результат каких-то других экспериментов. Вот здесь, например, представлен пример. Это чувствительность к ДНКЗе. По оси Y отложено количество сайтов гиперчувствительности к ДНКЗе. Это просто количество сайтов, по которым часто режет ДНКЗа. А ДНКЗа может резать часто только в тех местах, где хроматин развернут. То есть он открыт, там происходит активная экспрессия. А там, где хроматин закрыт и свернут в клубок, ДНКЗа часто резать не может. Она просто не может подойти. Поэтому, если мы видим пик на этом графике, это значит, что здесь был открытый хроматин. А если мы видим отсутствие пика, то здесь был закрытый хроматин. И вот как тут получилось в этом примере, что открытый хроматин находится в том же месте, что и вот этот пик из 4С эксперимента. То есть действительно здесь происходит какая-то активная деятельность. Похоже, что живет энхансер, который связывается с этим самым промоутером гена. Еще есть метод 5С. Он очень похож на метод 3С, но позволяет увидеть просто больше пар взаимодействий. Если в 3С можно было сконструировать только ограниченное количество праймеров, тут вы тоже конструируете праймеры. Количество взаимодействий, которые можно увидеть в результате этого метода, оно тоже определяется только, можно сказать, финансовыми возможностями, сколько вы можете позволить себе заказать праймеров. Но отличие здесь в том, что к праймерам пришивается специальная адаптерная последовательность. Вот тут она так нарисована. И за этот адаптер происходит секвенирование. То есть если здесь у нас было ПЦР, ну тут тоже есть возможность секвенирования на самом деле, но в основном используют ПЦР, то здесь используют только секвенирование. То есть специфически секвенируются только участки, у которых есть адаптер. И соответственно, риды, которые приходят в результате секвенирования, они имеют свои последовательности на концах адаптер, поэтому при обработке данных нужно этот адаптер отрезать перед картированием и дальше сделать то же самое, откартировать риды на геном. И там, где много ридов откартировалось, там было больше взаимодействий, и там, где мало, было меньше взаимодействий. И в результате эксперимента получается примерно такая карта. Вот здесь по вертикальной оси были прямые праймеры, а по горизонтальной оси обратные праймеры. И точка на карте соответствует количеству взаимодействий между этими праймерами, то есть количество ридов, в которых были последовательности этих праймеров, после того, как вы их выровняли на геном. Соответственно, там можно делать какие-то выводы о том, что вот этот участок часто контактирует с каким-то другим участком. Опять же, искать там энхансеры, которые регулируют, например, гены или еще какие-то взаимодействия. Вот такой метод. Но тоже он имеет, конечно, ограничения, то, что много праймеров не наконструируешь. Но если интересует какой-то определенный локус, то очень полезно. Можно довольно много найти контактов таким образом. Но что же делать, если, например, интересуют не все взаимодействия в ядре, а только те взаимодействия, которые опосредованы каким-то белком одним. Ну вот, например, люди хотят посмотреть, как часто в ядре участки ДНК бывают связаны через какой-то там один белок. Для этого используется метод ЧАПЕД. Это хроматин иммунопрецепитейшн. То есть в основе этого метода лежит иммунопрецепитация. Добавляется шаг в результате которого вот на этой стадии, еще до того, как отмыли белок от ДНК, добавляются антитела специфичные к этому белку и вытаскиваются вот такие колечки, которые соответствуют только взаимодействию через этот белок. После этого ДНК обрабатывается ультразвуком. То есть после этого происходит абсолютно тот же самый шаг. Вы вытащили за ваш интересующий белок с помощью антитела, отмыли его, отмыли белок и вы обрабатываете ультразвуком, так чтобы ДНК порезалось, и секвенируете. Соответственно, у вас будут плавать уже в растворе куча фрагментов коротеньких, которые соответствуют этим колечкам. В том числе там будут и фрагменты, содержащие рестриктный сайт, вот такие, как здесь нарисованы. И вы когда их отсеквенируете, у вас будут парные риды, соответственно, один рид из двух будет соответствовать одному участку ДНК, синенькому, а другой красненькому, например, двум хромосомам. И вы будете знать, что такие участки, насколько часто они друг с другом связываются. А недостаток этого метода в том, что на секвенс идут не только фрагменты, содержащие рестриктный сайт, но и всякие куски из середины, которые не несут никакой полезной информации, но они тоже секвенируются, на это тратятся деньги. Но вы не получаете, то есть вам приходится эти риды просто выбрасывать, от того, чтобы их прокартировать, вы не узнаете, какие участки ДНК с какими были связаны, насколько часто. Ну и наиболее современный на данный момент метод – это Hi-C. Он позволяет делать полногеномные карты взаимодействий хроматина. И, кроме того, он лишен недостатка, который был в чаопете, того, что есть не только участки, содержащие рестриктный сайт, но и участки откуда-то из середины, потому что до этапа легирования делается биотинилирование. То есть добавляется метка биотина, которая пришивается на рестриктный сайт, и только потом делается легирование. В результате можно, после того, как вы сделаете ультразвук на этом этапе и порежете ДНК на кусочки, вы можете вытащить за биотин только участки, содержащие рестриктный сайт. И таким образом избавиться от этих ненесущих информаций коротких кусков из середины этих колечек, которые вам не нужны, и сэкономить денег на секвенирование, вам не придется выбрасывать никакие риды. Все, что нужно, все, что вы получите, вы можете использовать для получения информации о контактах. Соответственно, в результате этого метода получается полногеномная карта, которая выглядит, в общем, похоже на то, что мы видели для ХАСИ, но только здесь уже полногеном. Вот тут нарисована одна хромосома мышиная, то есть по горизонтали полностью хромосома, и по вертикали полностью хромосома. И в ячейке показано, сколько ридов, сколько было таких ридов, у которых один рид из пар, сколько было таких пар ридов, у которых левый рид, например, приходился на вот этот участок, а правый на другой участок. То есть количество ридов показывает интенсивное взаимодействие между двумя участками. Если цвет яркий, то взаимодействий много, если цвет бледный, то взаимодействий мало. И с такими картами уже можно делать много чего интересного, опять же, накладывать какие-то результаты других экспериментов, смотреть, что там с генами происходит и прочее, прочее. Сейчас мы будем подробно разбираться. А что значит цвета на машине хромосомы? Цвета вот эти? Да. Это бенды, это там просто, когда еще начинали изучать хромосомы, на них смотрели в микроскоп, грубо говоря, просто, и видели, что какие-то части на хромосомах более плотные, какие-то менее плотные. И таким образом там, как сказать, сегментировали хромосому на большие куски. Назвали их бендами. Я думаю, что нет. Это какая-то просто оптическая штука. По-моему, это просто исторически она так разделена. Да. Вот. И есть еще у хаси есть аналоги. Это 3C-сек. Это когда используется просто 3C-метод с небольшим количеством праймеров, но его результаты отправляются не на ПЦР, а на секвенирование. Есть еще метод TCC, это Tethered Conformation Capture. Это тот же самый хаси, но все вот эти вот этапы от начала до конца происходят на подложке. То есть молекулы, вот эти вот все молекулы, они пришиваются к подложке за белок специальным образом. Это лучше, потому что... То есть это служит той же цели, что и разбавление раствора. Это делается для того, чтобы рядом не оказывалось случайно двух вот таких колечек, и не происходило между ними случайное легирование между разными колечками. Когда вы помещаете это все дело на подложку, вероятность того, что что-то подплывет из раствора, она, понятно, уменьшается. И вроде как этот новый метод TCC лучше работает, чем хаси, но было только немного еще работ с ним связано, поэтому пока непонятно. Но метод такой есть. Вот, значит, что можно делать с результатами хаси? Ну, в результате хаси вы получите вот такую карту взаимодействий. С ней есть одна проблема. Из-за того, что... Из-за того, что фрагменты ДНК, они располагаются, понятно, линейно... Ну, некоторые фрагменты располагаются просто близко на хромосоме друг к другу. Поэтому они имеют более высокую вероятность их пространство располагаться рядом. Это как бы неинтересно, потому что мы хотим увидеть, насколько какие-то участки имеют превышение вероятности контакта над ожидаемым. Поэтому неплохо бы вычесть вот это линейное расстояние на хромосоме из карты и увидеть, какой есть сигнал по отношению к ожидаемому. Поэтому делается деление вот этой карты на ожидаемую карту. Ожидаемая карта просто строится, исходя из линейного расстояния между фрагментами на хромосоме. И получается такая карта, на которой уже нет. Вот здесь, если вы смотрите на эту карту, можно видеть, что тут около диагонали всегда всё красное, ярко-красное. Это происходит только потому, что участки около диагонали линейно друг с другом близки, просто на молекуле ДНК. А эти линейны далеко друг от друга. Если вы поделите на ожидаемое, то такого уже не будет. Нет, здесь видно, что нет такого, что около диагонали всё более красное, чем на удалении. А что на что мы делим? Матрицы просто друг от друга? Да, просто каждую ячейку матрицы делится. Ну да, такая же матрица линейного расстояния. Каждую ячейку делят на каждую ячейку. Так что это позволяет улучшить сигнал, улучшить восприятие. И ещё одна штука, которую придумали в первой статье, вот эта вот статья Либерман-Найда 2009 года, в ней был, собственно, представлен метод Хайси, и он был первый раз применён на человеческих клетках. Там придумали ещё одну штуку, которая позволяет сделать сигнал более ярким. Что делается? Берётся один столбец в матрице и смотрится, как этот столбец коррелирует со всеми остальными столбцами в матрице. То есть просто считается пирсеновский коэффициент корреляции. И дальше все ячейки в матрице заменяются на этот пирсеновский коэффициент корреляции. Эта процедура позволяет существенно сгладить карту и вообще сделать сигнал более ярким. Основано это на том, что если вы смотрите не на какую-то одну ячейку, а целиком на столбец, вы можете понять, насколько вообще... Ну, столбец — это же один участок ДНК, один какой-то определенный регион, регион-геномный регион. Если вы смотрите целиком на столбец, вы знаете, насколько часто этот регион контактирует вообще со всем геномом, насколько он вообще любит быть внутри, то есть быть внутри глобулы или наоборот в открытом хроматине. То есть это более, так можно сказать, его усредненная что ли характеристика по многим другим регионам, в отличие от одной ячейки, которая говорит только о связывании этого участка с каким-то другим участком. Вот. И в результате такой процедуры получение корреляционной матрицы... Вот эта корреляционная матрица выглядит похоже на шахматную доску. Это прямо так и называется. Шахматная доска в статье. Вот. В общем, ученые это заметили и решили как-то это дело вообще понять, с чем коррелируют эти ячейки, клеточки на шахматной доске. Оказалось, что эти клеточки очень хорошо коррелируют опять же с содержанием генов, со всякими маркерами активного хроматина, с той же самой ДНК-азой, которая говорит опять же об открытости хроматина. Вот. Они еще применили такую процедуру, просто метод главных компонентов применили. Метод главных компонентов – это когда пытаются понизить размерность матрицы. То есть вот эта матрица имеет такую размерность, сколько в ней колонок. Но на самом деле можно себе представить, что информации в ней заложены не очень много. Основной сигнал, который мы здесь видим, это вот эти как раз клеточки шахматные. То есть, если бы мы вообще убрали бы отсюда весь сигнал, кроме границ этих клеточек, то на самом деле мы бы немного информации потеряли. И вот метод главных компонентов как раз позволяет выявить вот этот, как сказать, главный сигнал на матрице. Это будет называться главной компонентой. Вот здесь она нарисована, и генвектор – это то же самое, что главная компонент. И она действительно вот хорошо коррелирует с этими самыми шахматными клеточками. И как раз вот этот сигнал, можно сказать, весь и определяет, насколько хорошо матрица коррелирует с метками активного хроматина, количеством генов и прочими штуками. И эти шахматные клеточки в статье называются компартмент А и компартмент Б. Такая терминология уже сейчас принятая. Компартмент А – это участки генома, которые содержат в себе активный хроматин, активные гены. Вообще там много генов, они активно экспрессируются. А компартмент Б – это участки неактивного хроматина, там мало генов, они неактивно экспрессируются. Насколько четко? Это зависит от организма. Вот в человеке прямо вот это очень хорошо разделяется, очень видно. А в дрозофиле, например, это шахматная доска, она очень стертая, то есть видно, что там есть какая-то такая структура клеточек. Но, в общем, она нечеткая. Что еще люди делают? Пытаются по вот этим картам воссоздать трехмерную структуру хроматина в ядре, прямо вот модель трехмерную. То есть из линейной молекулы ДНК, как из полимера, пытаются свернуть этот полимер таким образом, чтобы он наилучшим образом соответствовал карте ХАСИ. Если бы не было никакой информации о частоте контактов из ХАСИ, то полимер выглядел бы вот так, свернутый, как бы его равновесное состояние. Если мы сделаем срез, то видно, что все хромосомы, вот тут каждым цветом покрашены, ну, каждый хромосом изместит свой цвет. Если мы сделаем срез, то видно, что все хромосомы вперемешку, если нет никакой информации из ХАСИ. А если при моделировании мы учитываем информацию из ХАСИ, то, в общем, получается нечто очень похожее на хромосомные территории, которые вообще видели в микроскопе, должны быть по современному представлению. Вот. А как бы каждый хромосом занимает свою область в ядре. Вот. Так что, наверное, в ХАСИ действительно есть какой-то смысл, связанный с биологическими наблюдениями, с другими методами. А как можно обрабатывать данные ХАСИ? Значит, вы сделали эксперимент, и вам пришли результаты эксперимента в виде ридов. А с иллюмины или там с кого-то другого секвенирования, с секвенатом обычно иллюмины используют. Есть два метода сейчас наиболее популярных для анализов ХАСИ данных. Один из них был опубликован вот в этой статье, Яф и Танай. А другой метод был сделан в лаборатории Макаева, Максима Макаева и Леонида Мирнова в MIT. В общем, эти оба метода, они делают примерно одно и то же, но у них немного разная математика, просто зашита внутри. А так смысл состоит в том, чтобы правильным образом нормализовать матрицу контактов, которые получаются в результате того, как вы закартировали риды, сделать поправки на различные погрешности экспериментов, там систематические ошибки и прочее. Сейчас мы подробно рассмотрим. Вот будем рассматривать на примере вот этого метода. Значит, сначала нужно риды закартировать на геном. Делается это с помощью какого-то любого, в принципе, стандартного картировщика. В самом этом пайплайне зашит болт i2, но это неважно, можно любым пользоваться. Единственное, что при картировании рекомендуется картировать отдельно левой и правой половинки ридов, не используя парную информацию, потому что все эти картировщики считают, что если у вас парные риды, то они должны располагаться где-то рядом на хромосоме, потому что они не знают о том, что мы используем в ХАСИ библиотеку. А у нас в ХАСИ библиотеке левые и правые риды могут вообще с разных хромосом приходить, из каких-то совершенно разных мест генома. Это может негативно сказываться на качестве работы картировщика. Поэтому лучше так не делать, лучше отдельно картировать левые и правые половинки, как будто у вас одноконцевые были риды изначально, и потом уже восстанавливать парную информацию после картирования. Это делается с помощью скрипта, который есть в pipeline. Я вам вот здесь показываю, потому что у вас будет домашнее задание про это. Так что слушайте внимательно. После того, как вы закартировали риды, нужно сделать фильтрацию на всякие как раз систематические ошибки, эксперименты и прочее. Основное, что есть плохого в данных ХАСИ, это то, что часть фрагментов, часть ридов все же соответствует... Ну вот если мы вернемся, наверное, давайте вернемся к этой картинке. Все же вытягивание за биотиновую метку не всегда работает идеально. Поэтому в итоговой библиотеке, в которой у вас получается, часть фрагментов все же приходит откуда-то из середины этого кольца. Поэтому часть ридов приходит не с разных мест генома, ну не с разных рестрирунтных фрагментов, не с разных мест генома, а с одного и того же. От таких ридов надо избавиться. И вообще первое, что нужно сделать, это проверить, сколько у вас таких ридов в данных экспериментах. Потому что если их много, это значит, что эксперимент прошел плохо, и, наверное, биотинилирование плохо сработало. Кроме того, что удалить эти риды, которые пришли с одного и того же фрагмента, нужно удалить риды, у которых левый и правый, такие пары, у которых левый и правый рид начинаются с одной и той же позиции. Вероятность того, что ультразвуком порезалось ваше колечко два раза точно в одном и том же месте, такая вероятность очень мала. Поэтому если вы видите, что риды левый и правый в нескольких парах начинают с точности на и того же места, значит, что это просто дупликаты. То есть они в действительности соответствуют всего одной молекуле, которая плавала в растворе. И из них нужно оставить только один. Кроме того, удаляются риды, которые пришли с очень больших, очень маленьких рестеритных фрагментов, потому что они странные, могут портить статистику. Но обычно там берется совсем 0,01% самых больших и самых маленьких. И также удаляется полпроцента или приблизительно столько наиболее покрытых ридов из наиболее покрытых фрагментов. Потому что тоже странно, что они перепредставлены, и такого быть не должно. Это, скорее всего, какой-то артефакт. После того, как вы все это альтфильтровали, у вас состоялись чистые данные, делается бинирование. Это такой шаг. То есть изначально вы работали просто с рестеритными фрагментами, которые имеют разный размер и неравномерно могут быть покрыты ридами. То есть есть короткие фрагменты, есть длинные фрагменты. В короткие фрагменты попадает мало ридов, в длинные больше. В общем, хочется это дело как-то выровнять. Поэтому делается бинирование. По геному идут с окном какого-то фиксированного размера и объединяет все риды, которые попали внутрь этого окна. И просто суммирует количество ридов, которые попали внутрь этого окна. И получается уже бинированная карта, у которой одна ячейка соответствует определенному какому-то, участку определенной длины. После того, как вы получили такую бинированную карту, нужно проверить, не возникло ли после бинирования каких-то вот тех же самых систематических ошибок. Например, у вас после бинирования может случиться так, что опять же есть какие-то бины, окна, в которых очень много ридов. Такие окна тоже нужно удалить, потому что это странно, что туда попало очень много ридов. Может быть, там какой-то фрагмент был очень длинный внутри или если что-то не так, я не знаю, вам, наверное, рассказывали, что, например, ГЦ состав может очень сильно влиять. То есть, может быть, внутри этого бина там очень много есть какой-то перекос ГЦ состава, и туда просто картируются лучше риды. В общем, мы видим повышенный сигнал, но он вовсе не связан с тем, что действительно в хроматине было больше взаимодействий в этом регионе. Он связан с какими-то там артефактами, экспериментами. Поэтому тоже удаляются очень высоко покрытые, низко покрытые бины. После того, как сделано бинирование, делается этап итеративной коррекции. Что это такое? Мы вообще принимаем, действуем в рамках такой гипотезы, что все участки генома должны иметь суммарно одно и то же количество взаимодействий со всеми другими участками генома. То есть если мы смотрим на один участок генома и смотрим, сколько в штуках у него взаимодействий с полным геномом вообще, то вот это суммарное количество штук должно быть примерно одинаково между разными участками. Иначе это странно. Скорее всего, это связано опять же с тем, что на этот участок картировалось больше ридов или больше рефрикционных фрагментов или что-то еще случилось. То есть биологически трудно себе представить, почему один вот этот конкретный участок в геноме вдруг стал сильнее взаимодействовать со всем геномом. Можно представить, что он стал сильнее взаимодействовать с каким-то участком генома, довольно небольшим, но чтобы прям он со всем геномом стал сильнее взаимодействовать, это было бы странно. Это странно, потому что если он насыщен регуляторными элементами, он все равно будет с какими-то участками взаимодействовать очень сильно, но с какими-то участками очень слабо. Потому что он регулирует не весь геном, а что-то очень конкретное и небольшое. То есть он все равно большая часть времени находится в контакте с какими-то определенными участками в геноме. но при этом не находится далеко от других участков генома. То есть он не может находиться рядом со всем геномом одновременно. Так не бывает. Тут еще спорят насчет правильности того, что это принимается. Может быть, участок генома меньше регулирует, чем средний компаниент, например. Тогда по сравнению с ним будут выделяться другие участки генома, как в вопросах, что больше будет гулять? Нет, но все равно так не может быть, чтобы он был одновременно рядом со всем геномом. Одновременно рядом со всем он быть не может. Если мы расстармим другого участка генома, то один из них может быть просто более насыщенным регуляторами, соответственно, как-то более активно контактируют. Другой участок генома просто более славно контактирует. Но он все равно будет с чем-то контактировать. А вот так. Да, все равно. То есть даже если этот контакт нефункциональный, он же где-то находится в каком-то окружении других каких-то участков, так или иначе. То есть по сути свои мы смотрим только на то, насколько близко участки находятся, относительно не на... И это как бы некое... как раз то, что дает метод ХАСЕ, это же некая все равно температура, средняя температура по больнице. Мы не можем... То есть весь этот метод, он работает на миллионах ядер одновременно. То есть нельзя посмотреть на одно конкретное ядро и сделать такой снэпшот, что вот в этот конкретный момент времени этот участок взаимодействует с этим, а с этим не взаимодействует. Все равно это некая вероятностная штука, что он просто чаще взаимодействует с этим и чаще реже взаимодействует с чем-то другим. Он все равно с чем-то взаимодействует, где-то он находится в ядре, рядом с какими-то другими участками. вот но в общем если считать что это предположение правильное я думаю что она примерно правильное то нужно делать просто эту процедуру итеративной коррекции когда в чем она заключается в том что как раз выравнивается сумма по столбцу просто все ячейки в столбце делятся на сумму по столбцу и так делается для всех столбцов в матрице эта процедура повторяется несколько раз чтобы она просто сошлась и в результате нее получается матрица у которой сумма по всем столбцам и по всем строкам равны строго единицы вот то есть каждый участок взаимодействие со всем геномом суммарно одинаковое количество раз по идее да по идее да плохо согласуется плохо согласуется да да видимо вот как раз периферийные участки они будут выпадать из этой гипотезы наверное да но все равно поскольку нет на самом деле таких участков которые всегда находятся на периферии они все равно где-то там плавают и что-то там с ними происходит в общем не знаю мне кажется что этот эффект если будет заметен то не очень сильно условно да она все равно все перемешивается и его можно заметить отделение на зону только действительно если сделать снапшот вот снимок в один конкретный момент посмотреть в микроскоп и увидит что да вот тогда есть зона а если смотреть среднем по больнице то все равно все перемешивается и одна и хромосома она где-то там плавает и взаимодействие с другими как там очень меняет свое место вот ну после того как вы сделали креативную коррекцию на этом обработка данных в общем заканчивается получается такая красивая матрица с которой видно что рядом с диагонали очень много контактов и далеко от диагонали контактов мало есть какие-то вот яркие участки которые как раз и интересны наверное они соответствуют каким-то контактам возможно функциональным например промоутер инхансеры хотелось бы верить что где-то в этом месте есть промоутер гена тут сидит его инхансер и регулирует этот промоутер и действительно было несколько работ где наблюдали смотрели прицельно такие контакты проверялись другими методами видели что действительно у них есть какая-то функция там какой сидит регуляторный элемент вот у вас будет домашнее задание получить такую карту проведя все эти этапы которые я только что рассказывал и прислать мне окей значит то что мы видели на предыдущем слайде это всего лишь небольшой участок хромосомы если посмотреть на весь геном целиком то карта выглядит таким образом но только тут она положена на бок до на диагональ значит это карта для дрозофилы тут у дрозофилы хромосом немного есть 2 3 4 и хромосомы x в общем то и все вот если мы посмотрим увеличим вот этот вот кусочек карты а потом увеличим еще из него еще кусочек карты то он будет выглядеть вот так и здесь можно заметить такие треугольнички яркие эти треугольнички очень важны их увидели довольно недавно и назвали тадами топологически ассоциированный домен это что это можно себе представить как такой клубочек хроматина вот как здесь нарисовано то есть этот вот треугольничек соответствует клубочку пространство между треугольничками соответствует линкеру можно сказать между этими клубочками соответственно если у нас есть клубочек то хроматин в нем скорее всего не активен потому что туда не могут подойти не факторы транскрипции в общем трудно трудно геном который находится там внутри экспрессируется трудно гораздо проще экспрессироваться геном который находится здесь в линкеров к ним проще подойти всяким фактором и прочим и действительно посмотрели увидели что на линкеров сидит очень много генов а в клубочках сидит генов мало и те гены которые там есть они плохо экспрессируются с них производится мало рынка а с генов которые себя здесь производится много рынка не активно экспрессируется значит вот эти вот клубочки мы будем дальше называть тадами а линкеры межштадами ну больше всего жизни происходит на линкерных участках да да можно сказать что они нам более интересно но самое интересное в этом всем деле что же определяет такую структуру вообще почему хроматин устроен так что есть вот такие линкеры есть такие клубочки вообще где курица и где яйцо то ли клубочки связано с тем что здесь происходит активные экспрессии то ли активные экспрессии происходит из-за того что есть такие клубочки и что должно находиться вот в этом линкере что образовалась такая структура и почему линкер не может войти в состав клубочка например потому что посмотрели я буду дальше рассказывать посмотрели увидели на самом деле что эти клубочки они очень консервативные между они даже консервативно между организмами разными ну дойдем до этого сейчас важно то что для предсказания таких клубочков по матрицам хаси есть программа готовая называется арматус ей можно подать на вход матрицу хаси она вам предскажет наилучшее разбиение вот этих вот самых треугольничков причем она может предсказывать на самом деле несколько разбиений одновременно потому что если посмотреть на эту карту иногда можно увидеть так что можно ну на самом деле вот эти вот два клубочка трудно сказать на самом деле они два разных клубочек или это один большой клубочек в общем можно почти всегда сделать несколько разбиений одного и того же участка но у них будет разная характерная длина тада если вы у этой программы арматус у нее есть некий параметр который позволяет регулировать длину тада и от того как насколько большим его зададите у вас тады будут определенного среднего определенного размера и если посмотреть внимательно эти предсказания можно увидеть что тада имеет иерархическую структуру и действительно есть такие тады которые вложены один другой то есть два маленьких клубочка как бы грубо говоря складываются в один большой клубочек вот это может быть тоже важно с регуляторной точки зрения что на линкерах которые справляются между двумя маленькими клубочками там активность гена будет более низкая чем на линкерах которые разделяют большие и хорошо выраженные клубочки это действительно видели вот ну и наконец мы рассмотрим примеры из статей что же можно интересного такого биологического наблюсти используя хаси данные что люди видели вот вот это вот статья 2012 года это она такая примечательная потому что это была первая статья в которой вообще увидели тады и ввели определение тадов кроме того вот эта группа они сделали хаси на двух клетках вообще на разных организмах они взяли эмбриональные клетки мышины и человеческие и сделали эксперименты хаси там и там и дальше сравнивали в общем карты насколько они похожи между собой насколько отличаются в общем если вы посмотрите можно увидеть что они очень похожи друг на друга то есть вот все что касается структуры тадов она почти неизменно между организмами даже вообще можно найти очень мало отличий можно конечно сказать что вот здесь вот вроде как есть вот этот вот большой тад можно при желании разбить на несколько маленьких треугольничком до которые такие бледненькие а тут вроде бы как такого не наблюдается в общем это такое мелкое отличие в принципе можно делать вывод что структура хроматина на уровне тадов она консервативна между организмами в очень большой степени отсюда хочется сделать вывод что наверное она очень функционально значима потому что если что-то консервативно она наверняка функционально иначе бы она бы просто не закрепилась бы в результате отбора другой вывод который пытаются сделать в этой статье это они в общем пытаются понять что же вообще определяет структуру тадов какова причина того что образуются такие консервативные и вообще хорошо очень хорошо выраженные структуры они статье обнаружили что на границах тадов есть обогащение инсуляторным белком ctcf это такой белок который ингибирует транскрипцию а также генами домашнего хозяйства такие гены которые экспрессируются во всех типах клеток и во всех на всех стадиях развития то есть какие-то гены которые нужны клетки всегда она без них не может жить вот так же они увидели там обогащение тарнк и повторов сайн и в общем они делают вывод что что-то из этого из этого набора должно наверное определять структуру тадов это очень была такая первая работа которая пыталась понять что же в общем определяет структуру тадов что для него важно сайн это повторы некие просто повторы они я не знаю мне кажется они даже функционально не несут ничего может туда встраиваются какие-то элементы но в общем просто вот они делают такое наблюдение трудно себе представить что например тарнка как-то может влиять ну наличие генов тарнка может влиять на структуру тадов ну в общем они увидели что они там обогащены да 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 и наличие таких элементов а что они там делают это как бы они не показывали но не смогли вести тоже только была первая статья а потом уже после них люди разбирали что же вот действительно из этих вот всех факторов является как сказать основным фактором образования поддержания вот этой структуры тадов вот после этой статьи была почти сразу опубликована статья где сделали хаси в дрозофиле то была мышь человек теперь дрозофилы там сделали хаси на одном всего типе клеток но у них был была цель понять именно что какой из этих факторов которые были обсуждены выше какой из этих факторов является главным для поддержания образования структуры тадов вот они построили профили всяких регуляторных белков в том числе сети 7 который прошлой статье был найден было найдено обогащение этого белка на границе тадов вот и увидели что очень сильно вот этот ноль соответствует границы между тадами в левой вправо идет уже внутренности тадов то есть это линкер а между тадами а это уже сами тады левой вправо вот нашли что очень сильно обогащен белок а также другие вот это все разные инсульторные белки гипотеза у них была такая что на границе тадов сидят инсульторные белки и они не дают взаимодействовать друг с другом геном из левого и правого тадов то есть они блокируют каким-то образом взаимодействие между генами из соседних тадов поэтому эти тады не могут слиться в один то есть как является таким разделителем чуть ли не физическим вот но в общем есть сомнения по поводу это по поводу этой гипотезы потому что если поделить вот этот профиль на профиль просто активности экспрессии между тадами а можно писать просто насколько гены активно экспрессируются том же самом месте то ничего не останется вот здесь показан профиль после нормализации вот этого профиля на профиль активности экспрессии как бы получается что ctcf и прочие инсульторные белки не вносят особо больше ничего выше свыше чем просто активность генов которые сидят на границе тадов поэтому непонятно действительно ли они определяют структуру тадов или структура тадов определяет просто то что линкеры между тадами это некие места где сидит много генов им нужно постоянно активно экспрессироваться и поэтому этот хроматин всегда должен оставаться активным и не может свернуться в плотную глобулу вот вот здесь нарисовано как раз то что я сказал вот это разными цветами показаны то что в литературе называется цвета хроматина цвета хроматина это что такое вот есть разные эпигенетические метки например модификации гистонов метилирование гистонов ацетилирование гистонов таких меток очень много там 50 100 разных и для каждой метки был сделан свой эксперимент получен некий профиль того насколько эта метка часто представлена в том или ином участке генома вот и соответственно если вы все эти метки наложите все известные науки эксперимента на данный момент наложите на геном вас будет 50 профилей над геномом с такими данными работать очень неудобно как вы будете они тоже зашиблены имеют свои систематические погрешности и прочее в общем никто не хочет работать с 50 разными метками поэтому в 2011 году пётр харченко сделал такую работу они сделали некий алгоритм там h&m который неким образом объединил сигналы с разных меток и выдал ответ для каждого конкретного небольшого участка в геноме является он активным или является он неактивным и присвоил каждому такому участку цвет если там например был присвоен красный цвет участку это знает что в этом участке содержалось очень много активных меток хроматина там соответствующий метилирован гистоны были метилирован там цилирован соответствующим образом если желтым это означало что там содержались какие-то другие метки тоже активные но менее активные синие и черные цвета у них соответствовали нет меткам неактивного хроматина то есть черный это вообще гетерохроматин там нет никакой В активности ничего не экспрессируется, и нет никаких меток, которые указываются на то, что там происходит какая-то активность. Синий — это чуть менее активный хроматин, но там тоже ничего активного не происходит. В общем, они просто сегментировали геном на 4 группы и присылали каждой группе цвет. Соответственно, в этой статье для дрозофилов построили профиль по цветам, просто чтобы не возиться с 50 метками. И увидели, что на границе тагов очень много активных меток. А неактивных меток мало. И, в общем, этот сигнал ничуть не слабее, чем то, что видно по профилю CT-CF. Поэтому ответ на вопрос, что определяет структуру тагов, так до конца и не было у него ответа хорошего. Еще была статья в «Человеке», где просто напрямую сделали депрессию CT-CF и когезина. Но когетина — это тоже один из белков, которые связывают с границами тагов. И увидели, что если сделать депрессию CT-CF, то почти ничего и не происходит. Можно сказать, что он ни для чего и не нужен. Вот это контрольный эксперимент, где был просто сделан HACI, а это эксперимент с депрессией CT-CF. И можно видеть, что почти никакой разницы в структуре тагов и нет. Можно сказать, что этот тат немного более яркий был в контроле, этот немного более бледный. Но, в общем, разница небольшая. Вот эта картинка показывает просто разность. Вычли из вот этой карты, вычли вот эту карту. Ну вот можно видеть, что да, действительно, чуть-чуть менее синий. Это значит, что меньше стало контактов внутри этой области. Можно видеть, что внутри тада стало действительно чуть меньше контактов, а на границе стало чуть больше. Ну, в общем, структура тадов сохранилась. То же самое с когезином. Так что эти два белка, ну уж точно нельзя сказать, что они необходимы для формирования тадов. Вот. И буквально полгода назад вышла совершенно потрясающая работа в СЭЛе, в которой сделали 201 эксперимент HACI. В общем, показали, что они могут очень много насеквенировать. Там насеквенировали 5 терабайт данных. Но биологически ничего особо не показали. Ну, показали, что вот раньше считали, что в клетках есть два компартмента, да, я вам рассказывала. А компартмент и Б компартмент. Они вот насеквенировали очень много, и у них повысилось разрешение. Они увидели, что на самом деле эти компартменты можно разделить на подкомпартменты. Ну, как бы, поэтому они там говорят, что у них теперь больше 5 подкомпартментов. Ну, наверное, не знаю, какой в этом особый смысл. Вот. Единственное, что действительно такое новое интересное, что они там показали, кроме увеличенного разрешения и улучшенного качества HACI экспериментов, это наличие вот таких петель. Они показали, что между тайдами вот в этих линкерах ДНК не просто развернуто, а вот свернуто в такие вот петли. И формирование таких петель, оно связано с белком CTCF. Вот эта красненькая штучка, это сайты посадки CTCF. Причем вот эти сайты, они всегда смотрят друг на друга. То есть действительно, если вы вдруг просто начнете там вычислительными методами искать сайты CTCF где-то в геноме, то вы увидите, что между тайдами сайты CTCF всегда смотрят друг на друга. И действительно, вот это соответствует петлям. Они экспериментально там в своих данных увидели, что, да, судя по контактам HACI, есть такая петля. И в основании этой петли есть два сайта посадки CTCF, которые спариваются и поддерживают эту структуру петли. Вот. Это, по-моему, очень удивительный результат. ТАД, а вот это вот ТАД просто там. То есть вот эти все петли, они образуются между ТАДами. Так что, возможно, с этим и связано, что раньше наблюдали, что СЕФов много между ТАДами, но это вовсе не потому, что они поддерживают структуру ТАДов, потому что они поддерживают структуру таких петель. Вот. Ну и кроме того, в этой статье было еще очень интересно то, что они смогли, наконец, сделать диплоидные карты HACI, то, что раньше разрешение не позволяло, ну и вообще, вы делаете эксперимент HACI, вы же не знаете, какая копия хромосомы, ну, как бы контакты с какой копией хромосомы вы видите. Вы не можете никак различить две хромосомы между собой. А у них в этой статье было такое огромное разрешение, что они смогли фазировать риды и построить, можно сказать, две отдельных карты HACI для двух разных копий хромосомы. Вот. Фазировать риды это делается по СНИПам, просто известно, какие СНИПы есть в геноме, и можно там, если рид достаточно длинный, туда попадает два СНИПа, можно делать выводы о том, что вот этот конкретный рид пришел с одной копией хромосомы, а вот этот конкретный рид пришел с другой копией хромосомы. Но для этого нужно очень большое покрытие и очень длинные риды. И то, и то у них было. Ну и, наконец, последняя работа, которая буквально вышла месяц назад, там делали сравнение аккуратное HACI между разными организмами. У них была мышь, обезьяна и собака. Они аккуратно проверили, что действительно структура тадов сохраняется между организмами, очень похоже. А если что-то и меняется, то меняется таким образом, что тады все равно остаются на месте. То есть все изменения практически абсолютно происходят на линкерах между тадами. С тадой могут происходить какие-то геномные перестройки между организмами, потому что это все-таки довольно далекие друг от друга организмы. Но все равно перестройки будут происходить, что-то будет меняться, но тады остаются неизменными. То есть действительно похоже, что это такая важная для регуляции и для функции нормального функционирования генома единица структурная. Ну и, наверное, это все, что я вам хотела рассказать. То есть символер будет идти по тадам? Точнее, будет ли к символер идти по тадам? Ну, не должен. Я не знаю работ, где бы это напрямую смотрели. Не должен. Почему? Если это такие прям куки-кууки, то нельзя предположить, что они захотят. Ну, была работа, где смотрели, где смотрели, что частота репликации выше, инициации репликации выше на границах тадов. Да, но вот насчет крысинговера я не видела. Не знаю. В принципе, наверное, может идти. Почему? Потому что, когда происходит крысинговер, там же хромосомы уже расплетены. Это вся вот эта в интерфазе же структура наблюдается. А куда клетка делится, там каша. Нет уже особо никаких тадов. Вообще, там методическая хромосома, там нет тадов. Она устроена как более-менее клубок такой. Рандомный. Если я хочу посмотреть, где родительские между собой участки геномов, лежачие на хромосомах, но при этом распространяющие инфризованные расстояния примерно несколько тысяч. Имеется смысл пользоваться какими-нибудь из какого-нибудь из такого воздатка или чувствительность метода не позволяет? Несколько тысяч. Вот последние буквально пару лет начали делать, потому что вот если очень много насеквенировать, то получится. Вот эта статья в селе, где куча экспериментов, куча данных, у них одна килобаза вообще разрешения, они заявляют так. Но тут нужно действительно очень много насеквенировать. И разрешение, оно во многом определяется тем, какую рестриктазу вы используете. То есть если используется рестриктаза, который щепит по шести, ну сайт состоит из шести нуклеотидов, то разрешение будет ниже просто по умолчанию, ну как по определению, потому что таких сайтов в геноме мало. А если используется рестриктаза, которая щепит по четырем сайтам, то будет разрешение выше. Таких сайтов много, рестриктный фрагмент мельче, и разрешение мельче. То есть разрешение зависит от или иной рестриктного фрагмента на самом деле. но у нее есть проблема потому что чем больше у тебя фрагментов плавает в растворе тем выше вероятность лига легирования не кольца на себя кольца между плавающим растворе чем-то другим вот поэтому ты увеличишь количество шума и это плохо ну да ну наверное можно вот этот час ки сиси появился тезер confirmation capture он по идее ему должно быть вот уж ему должно быть все равно четверка у него и шестерка рестриктаза потому что на подложке там ничего не плавает и казалось бы решение должно быть лучше домашнее задание там значит на сайте вас все лежит инструкция там написано куда присылать и как назвать письмо если вы мне хотите послать вопрос они не решенное задание вы пожалуйста назовите письмо как по-другому потому что письма с заданием я открою уже после дедлайна если у вас там будет вопрос то я его увижу не скоро так что